Почему-то повелось, если человек хочет и умеет трудиться, представители власти на его пути обязательно попытаются воздвигнуть всевозможные преграды. Герой нашего следующего сюжета Юрий Хамдамов просит главу местного поселения только об одном, чтобы не мешали работать. Юрий Хамдамов вместе с женой Мариной больше 20 лет назад переехал из города в глубинку. С единственной целью заниматься любимым и знакомым с детства делом. Сельскохозяйственный труд его всегда привлекал. И все вроде хорошо, хозяйство процветает, однако именно этот факт не дает покоя завистникам. А глава местного поселения не прикрыто вставляет палки в колеса. Фермер хочет, как обычный законопослушный гражданин, оформить участок, на котором уже 10 лет стоит сельхозтехника крестьянско-фермерского хозяйства. Обещаниями его кормят больше полугода. Когда уже стал отвечать официально мне, я уже написал письменно, что выделить участок вот так и так, ответ пришел, что тут генплан, по генплану уже лес посажен на этом месте, на моем месте, участке, где я пользуюсь. Когда, значит, пошел дальше до района, там действительно показали, да, действительно есть генплан. Оказывается, когда он мне говорил, давай подожди попозже, в это время создавался генплан, и он его утвердил. Все, как говорится, за спиной. Я даже об этом знать не знал. Фермера, с одной стороны, грозятся наказать за неправомерное использование земельного участка, а с другой, всячески препятствуют оформлению, применяя разные хитрые методы. Плюс ко всему, периодически появляются подстрекаемые администрации бесконечные жалобы злопыхателей. В таких условиях, напоминающих военные действия, в пору и руки опустить. Однако помогла встреча с Андреем Литау, первым секретарем полтавского отделения КПРФ. Зарядила оптимизмом. Наконец-то в деле наметился положительный результат. Мы собрали доказательства, то есть того, что генеральный план этого поселения был выполнен с нарушениями законодательства. То есть это нам дало основание заявить, в общем, местной власти о том, что в случае, если проблема не будет решена, то мы тогда ставили с собой право обратиться в суд с целью признания этого генерального плана незаконным. В общем, так как доказательная база была собрана полная, и мы ее на совете депутатов предъявили, то есть благо, что это все в компетенцию местного совета депутатов входит, то есть люди благоразумные, оценили все свои риски, и они нам пошли навстречу, то есть создана комиссия, и они сейчас будут решать этот вопрос уже вот здесь, на местном уровне, и будут носить поправки в генеральный план. Нет ничего удивительного в действиях гениального автора генерального плана, которому пришло озарение возвести лес там, где его в принципе быть не может. Когда-то он сам был главой крестьянско-фермерского хозяйства, только бизнес не пошел. Для того, чтобы хозяйство не приобрело статус убыточного, нужно работать за троих, а порой за четверых. Далеко не все живут по старым дедовским принципам настоящего рачительного хозяина. Просто вот в наглую человека, ну, притесняют. Одной рукой тут же бьют, и тут же так поддерживают еще другой рукой, чтобы не убежал никуда. То есть вот с этим участком касаемо, то есть вроде говорят, мы тебя наказываем, потому что ты там неправомерная порция, но с другой стороны человек говорит, дайте мне его, я его хочу использовать на законных основаниях. Нет, не дадим. А почему не дадим? А потому что не хотим. Вот получается так. Всем врагам назло. У новоилинского фермера все складывается удачное. Юрий Хамдамов все делает с любовью и азартом, не чувствуя усталости. Сегодня в его хозяйстве животноводческий мини-комплекс. Сельскохозяйственная техника в количестве пяти единиц. Гордость фермера. Собранный собственными силами трактор, который был брошен в утилизацию. Мечта моя. Ему 22 года, как младше моей дочери. Купил я его позапрошлом году и выехал, ну подшаманил маленько, выехал в поле, как он начал у меня разваливаться. Ну и заехал, думал, подремонтирую, полез, то, 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 разобрал. И в том году тут все лето была рама, кабина, двигатель, коробка. Разобрал до болтика, как на заводе. Теперь гарантия. Например, кто меня консультировал, там, у, значит, Маура фермер, он выделил мне инженера на пару дней. И он меня консультировал, как там с коробкой. Он когда посмотрел, когда я его, как я его сделал, он говорит, на всю жизнь, на две жизни хватит. Поучиться бы местным властям у Юрия Халдамова. Его работоспособность и житейская мудрость на посту чиновника принесла бы всем только пользу. Однако сегодня такие люди к власти не стремятся. Как правило, они с ней находятся в оппозиции. Просто по-другому не получается. Алла Левина, Сергей Чернов, Обком ТВ. Редактор субтитров А.Семкин